Новый закон вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и пробуждения к действиям, противоречащим Конституции. Чтобы провести лекцию в школе или институте, спикеру теперь нужно заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек должен соответствовать ряду требований. Для физических лиц быть совершеннолетним и не иметь запрет на педагогическую деятельность. Для юридических лиц не быть иностранным агентом, не иметь задолженности и у сотрудников также не должно быть запрета на педагогическую деятельность. В июне продолжается программа туристического кэшбэка за детские лагеря. Деньги за путевки, купленные с 25 мая по 31 августа, можно частично вернуть. Государство возвращает половину стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Чтобы получить кэшбэк, нужна карта МИР. С нее путевку нужно купить, на нее же придут деньги. С 6 июня кредиторы обязаны объяснять заемщикам причину отказов в предоставлении им ипотечных каникул. Предполагается, что это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банкам своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков. С 5 июня по 31 августа вводится временный запрет на экспорт гречки. Ограничения нужны, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен. Запрет касается только крупных партий. Если вы прихватите с собой пачку гречки, например, в путешествии, никто вас не остановит. Также с 1 июня вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Следующий этап с 1 сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции. Остальных категорий сроком годности более 40 дней. До 1 июля действует государственная программа льготного кредитования на покупку жилья от застройщиков. По этой программе жилье можно купить по льготной ставке 6,5% годовых на весь срок кредита. Единственное требование к заемщику наличие российского гражданства, к тому же квартира должна быть в новостройке. Другие программы, например, для семей с детьми с льготной ставкой 6%, продолжают работать.